Время тока А ток через дроссель будет всегда постоянно проходить Со всей своей силой А сила определяет своей индуктивностью Значит, теперь у нас ток пойдет вот так вот Ток тот же самый Но витков-то стало больше И размагничивающее действие сердечника стало больше Поэтому ток первичной обмотки увеличится Поскольку ампер-витки Вот на этом отрезке времени Вот здесь ампер-витки Стали больше Ну а затем Вторую половину я не рисовал Вторую половину периода Очевидно, будет вот так вот Вот мы получаем вот такую вот картинку А, это я нарисовал Вообще регулирую эту характеристику Я смотрю, что здесь не дорисовано Вот ток первичной обмотки трансформатора Значит, поняли вот алгоритм Вообще методу, как я делаю Значит, вот я разбираю, что здесь пойдет Все написал Вот здесь было все написано Про процессы во вторичной цепи А в первичной цепи Ток первичной обмотки Я вообще забываю о том, что там было Я знаю, какие токи протекают Вообще смотрю только вот на эту часть схемы Которую я вот здесь вот изобразил Вот, ну и вот таким вот образом Вопрос Чтобы закончить здесь разговор А зачем это нужно? В следующий раз не хлопайте так Это напугать можно Это хорошо, что вы пришли Мне приятно, но Так Отвлекся Так вот, выпрямленное напряжение Пунктир это я нарисовал А здесь Значит, что у нас Когда открыт диод ВД1 Выпрямленное напряжение Вот это Равно Вот этому напряжению Будет вот так В момент времени Вот омега Т равно бета Включается тренистр Мы говорили Раз он Как только он включился То вот этим напряжением Диод закроется Но напряжение Будет равняться Уже вот этому напряжению Вот так Ну и дальше Пока не закроется Тренистр Второй полупериод Ну то же самое Будет вот так вот Ну и тогда Постоянная составляющая Выпрямленного напряжения Будет равняться Ну, значит, это Давайте напишем Для формы единиц На 2π от нуля До 2π УВ По Д омега Т Но я поступлю по-другому Вычисляю Я скажу, что вот это То есть это площадь Вот этих вот импульсов Я скажу, что у меня есть Вот такой импульс И есть То есть вот этот импульс Состоит из двух частей Ну, а поэтому будет равняться Площадь вот Постоянная составляющая Обусловленная вот этим импульсом Это будет Е2 2 деленное на π И плюс Площадь вот этого импульса А это будет Дельта Е2 Деленная на π Умноженная на 1 Плюс косинус Бета Бета Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Игорь Негода КОНЕЦ Ну и получится вот такая вот зависимость В общем-то схема, ну можно сказать, что часто может применяться Именно в силу того, что коэффициент пульсации здесь существенно меньше Чем вот в классической, не в схеме, не без вот этой самой вольт-добавки Так А если не двухфазный выпрямитель, а трехфазный, например КОНЕЦ Значит я сохранил вот эту схему, вот я смотрю на нее И рисую трехфазный вариант этой схемы Это может быть иллюстрация к тому, что не нужно запоминать схемы вот так вот Ну в чистом виде, а нужно какие-то опорные точки иметь А дальше включать мыслительный аппарат Значит смотрим, вот здесь вот у меня были включались тринистеры Вот управляющиеся Управляемый выпрямитель без вольт-добавки А теперь вольт-добавки, это я от середины вот здесь вот Ну от середины от отвода, точнее Так я стараюсь тут за мной внимательно следят Я стараюсь аккуратнее делать Значит вот трехфазный Тоже идея та же самая То есть тоже регулирую в каких-то пределах Плата за это будет Снижение Кстати вот если отводы, вот этот отвод я буду перемещать вот сюда Ну мысленно на этой схеме сейчас, да То тем самым будет у меня уменьшаться вот этот вот пьедестал, что ли, вот этой характеристики Вот эта часть Если я эти отводы буду смещать туда, вот это вот будет смещаться сюда И в конце концов, ну я не буду здесь делать мысленно Теперь я довел вот это нулевой Постоянную как бы составляющую на той характеристике Довел до нуля И тогда диоды эти вот все соединятся сюда И получается трехфазный с нулевым диодом, так сказать, вот так как должно быть регулирование Ну давайте еще нарисуем двухтактную схему Да, пожалуйста, нарисуйте трехфазный двухтактный выпрямитель с вольт-добавкой Управляемый выпрямитель трехфазный двухтактный с вольт-добавкой Рисуйте схему Управляемый выпрямитель трехфазный двухтактный с вольт-добавкой Значит, управляемый трехфазный двухтактный, ну и вольт-добавка, чтобы была Продолжение следует...